здрасте а сегодня эту трансляцию вновь из маленького и всеми любимого поселочка новый свет вот прямо сейчас я иду по киборисовой по пожрелой росте и в планах у меня пройтись по тропочке я не помню как этот маршрут называется но обещать вам быть занимательным и красивым вот когда сюда выдвинулся то на улице было пасмурно я поэтому и решил что сегодня она то самое не жарко спокойненько прогуляясь но как вы видите опять ушел солнышко 5 духа тище и жара посмотрим насколько меня хватит посмотрим сумели пройти эту тропинку до конца на связи так ну что ж это я иду как раз по тропиночке по можелой рощи тропиночка ведет на царский пляж если повернуть налево сейчас покажу где за поворотик а если идти прямо вот этот поворот на царский пляж в таком лавражке тропинка идет вот если сейчас прямо идти как раз вот та самая тот самый маршрут по которому я сегодня иду до пляжа на село веселое по этой тропинке я иду впервые никогда здесь не ходил еще напомню раз тропинка и за новым светом то есть на прости через можжевиловую рощу пройти поворот на царский пляж и угрозят маршрут на него выйдите прямо стропа нетрудная и довольно интересная красивая по рассказам сейчас сам посмотрю а что насчет поездки поездок вообще вот этих морских типов мини круизов да я вот и все понравилось единственное что на самой суше я от силы пробовал три часа причем грузовика это непонятная экскурсия по маленькому парку за которую там это тоже денежку подрали вот в самой ялте два часа то что покупался прогулялся по набережной и пообедал на пищу рублей простой столовой охренел просто оценки вот а вообще все набережной ялты как один большой бутик красиво но дорогая не понравилось то что большую часть пути пришлось ехать сидя на катерке на этом на теплоходе и развлечений там никаких никаких нет так или это царский пляж поворот запутался короче так нет никаких развлечений и поэтому не особо интересно если еще в целом по морю плыть конечно с такими видами за кормой это красиво и хорошо но не столько времени то есть получается четыре часа где-то в одну сторону 4 часа в другую мыс капчик царский пляж битком народу погода не жарище конечно но красота кора орел на живела роща гора сокол красота на которой я поднимаюсь называться кору лоба опа николя баба если кто в курсе были там трубочек внизу каких-то дохренища целых такая вот старая коряга на дороге встретилась нам такого большого размера и это сосна потому что на кончиках все-таки зелень чего осталось хотя сам ствол и ветки сухие уже но концы еще зеленые и это сосна огромная коряжина живописная такая сторонка немножко от тропы тропа вон внизу вот такое вот деревце засохшие живописные вот вышел к такой вот такому старинному можжевельнику который на многих открытках крымских печатает такое место известное насколько я слышал насколько видел эти открытки царская бухта красотища он тропочка кота вниз идет тоже даже возможно к морю можно спуститься а может и нет что-то пока не охота лезть на самом деле зря переживал что в жару уйти по горам тяжело будет тропинка довольно простая и здесь можно ходить даже с детьми причем не напрягаясь скорее всего дальше будут какие-то места потруднее вот пока я иду просто прогулочным шагом по такой красоте вон меточки стоят на камнях уже тут не заблудиться потому что по сторонам от тропинки идут еще какие-то маленькие тропиночки тут в принципе без тропинок даже такая поверхность ну не трудно и вообще можно хоть вправо влево хоть в гору хоть с горы спуститься не трудно короче здесь ну и очень красиво конечно то есть очень легко можно дать и от тропы каким-то интересным местам подойти к скалам к мысам к мыскам таким которая над морем всем здорово ну и конечно же как обычно чем дальше идешь тем живописнее красивее виды дальше отходишь от цивилизации виды какие-то дикие завораживающие потрясающие природа просто великолепная какая-то я это не говорю что природа у нас например я сам из кировской области хуже она по-своему хороша здесь по-своему просто здесь для меня необычно поскольку я все-таки таким к северным пейзажам привык у нас нету гор у нас нету моря у нас леса хвойные в основном ну что попробую подойти поближе всегда дух захватывать вниз смотреть причем когда издалека смотришь сверху то есть немножко отойдя от края то вообще никаких проблем как только краешку подходишь начинает тянуть вниз ну лично меня не знаю что за фигня такая но у меня вот почему то так да виды потрясающие высота огромная все такое грандиозное жалко что камера не передает эти масштабы эти горы этих скалы которые ходят вниз и уходят вверх уходят 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 ушли короче меня почему-то впечатляет очень эти вот камни здоровенные потому что на моего линия этого нет скорее всего и здесь вот это прям выглядит потрясно очень тропиночка такая узенько идет почему когда понимаешь что немножечко пологая она хотя тут очень крутой такой спуск все равно как-то не так страшно когда подходишь к отвесной скале на край здесь как будто там где за что-то схватиться и поэтому не так страшно сейчас уже потруднение ножичка пошла дорога здесь хоть и не так трудно но с детьми уже наверно будет потяжелее подниматься так вот дошли до указатели ту сторону если идти то будет пик космос и я так понимаю долина рая хотя тут не написано но я что-то так подозреваю а если в эту сторону идти то сейчас посмотрим что на пик космос все таки жарковато наверно пойдем мы другую сторону сторону долины ада название конечно этот туда по зеленым меточкам так дошел я там до верхней точки тропинки сейчас спускаюсь вниз вот здесь я спустился по такой вот и чудесной лестнице из корней тоже чё сказать живописно это вот внизу там уже долина ада так мы перед спуском в долину ада есть вот еще такой закоулочек тропинка отходит немножечко в сторону такая пещера вниз идет а это тут камешек такой который называется кресло Голицына по моему кресло Голицына вот и там тоже такая пропасть вот такой вот выход к обрывчику который с которого также открывается вид на царский пляж на мышь капчик ну я пойду дальше сейчас конечно же тропинка посложнее стало уже детьми не так просто будет если честно но я видел на встречу не попались папа сыном сыну немного лет ну такой взрослый так 10 12 но ничего идет посидеть не знаю слышно не слышно на кресле Голицына хорошо ветерок дует такой мощный а мне как раз жарко стало вот ну и вот она долина ада внизу уже немножко совсем спуститься осталось скалы вот такие поперли вниз что делать и вот такая еще одна достопримечательность есть в этой долине природный холодильник из которого реально дует холодом а в жару то это очень даже хорошо поверьте сейчас на улице очень жарко и вот из этой пещерки дует таким холодком не просто как в тени а реально холодком это прям удивительно даже так дырка то узкая конечно как бы ты голову морозилку засуну вот такой феномен ой не охота уходить скалы здесь довольно большие чтоб вы понимали вот там люди и какая по сравнению с ними скала вот такие вот они отвесные практически ну и сама долина спустился уже все а на улице тем временем все жарче и жарче становится такие вот камешки торчат ничего себе да вот и идти по горам становится все сложнее и сложнее еще раз закинуть взглядом в долину скалы шикарные такие красоте и по тропиночке идем дальше немножко опять отошел от тропинки вот вышел опять к обрывчику к такому над морем просто полюбоваться пейзажами опять же камнями этими здоровенными там незалекие люди идут мелкие такие вот опять же сравните по сравнению с людьми какие горы тут вон там люди идут они в общем и там такие ступенечки сделанные от весны но они не опасные сделано хорошо так а это вот тот самый холодильник рядом с табличкой где только чтобы сейчас вот я забрал с другой стороны долины тоже на гору на скалу такой красивый вид уже сейчас очень сильно захотелось искупаться а до моря как до пекина раком короче перед отходом купил себе пиццу местную сказали что очень вкусно и до спора нет она вкусная очень сильно жирные поэтому сейчас такой сушняк у меня мне кажется что водички очень мало взял с собой вот как ну вот опять более-менее ровная дорожка пошла пока что ничего трудного нет опять и уже скоро совсем я думаю что выйду в селу на набережную села веселого само село располагаться чуть подальше от берега я уже говорил вот если ехать по лошкинском шоссе в сторону судака например из-за лошки и обратно то село находится в таком такой огромной долине окруженной горами и смотрится так эпично там классно смотрится так забрался на какой-то камень выступ такой он висит над пропастью на камере опять же не видно что высоко но тут поверьте высоко вот падать далеко и падать прямо на камешке сейчас я скучусь и со стороны покажу как это выглядит вот этот камешек я сначала думал что это язык тролли это так называться тут еще одна достопримечательность но он вообще высоко должен где-то располагаться так что не он скорее всего ну и поскольку все равно еще здесь то еще немножечко шикарных видов море горы зелень специально для вас и осталось все немножко до пляжа водичка это синяя конечно так и манит уже скоро до моря выйду и прямо искупаюсь хорошенько попью водички для молодец какой класс ох тенек хорошо и камеш как так и надо как вам прическа хипстерская не постригался давно не для кого прикиньте здесь сейчас такой запах хвойный ну не хвойный тут от моржевельника даже немножко вам крыша стала подтекать как в тумане может кажется от жары может типа запах ядреный вкусненький такой вот план у меня созрел что если мне сейчас понравится в этом селе веселом до вечера потусить и перед закатом двигаться в обратный путь здесь же по горам и поснимать тут уже закатные такие пейзажи тут очень красиво думаю на закате вообще хотел давно поснимать закат в новом свете ну и вообще вот в этих краях побывать и поснимать вечерком надеюсь что у нас сегодня получится ну и вот собственно говоря так называется этот маршрут караул оба точно так же как и сама гора называться тоже называться караул оба и тропиночка вот теперь идет такая опять не трудно и не сложная и кстати говоря мне интересно это тоже можжевельник или это куда другого растения вот этот можжевельник такой есть и вот колючий такой это вот два разных сорта или это просто разное растение напишите кто знает пожалуйста вот сейчас уже идет на спуск тропа море чистое прозрачное вот уже и к пляжу скоро подойдем пляж огромный народу мало и вот такая тропочка ну вот такая вот она несложная тропа спуск хороший удобный тоже везде метки стоят тут уже не заблудиться вообще в целом по всей тропе эти метки стоят на камнях заблудиться сложно вот сейчас спущусь отдохну поваляюсь позагораю покупаюсь в чистой варичке без толпы народа попив водицы в общем я чувствую что сегодня денек будет то что надо там внизу камешки огромные такие в воде люди с эквалангами ныряют видимо есть что посмотреть видимо есть что посмотреть вот так слушайте ну для меня это пожалуй лучший пляж вообще на которых я бывал в окрестностях потому что пляж огромный и вода чистейшая народу мало мелкая галечка ноги не режет вид шикарный с этой горы с можжевельником запах такой идет блин ну конечно целый день протусил сегодня здесь на пляже день пролетел просто одним моментом сейчас вот вечер закат такой клевый свет такой везде закатный все фикарно смотрится сегодня вообще супер день какой то получился очень понравилось я обязательно сюда приду еще тем более еще не все обошел здесь зацените какой вечер да вау все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, конечно, очень круто, что до вечера остался Зацените, совсем другой вид Совсем другие краски у природы Смотреть очень круто и приятно Слушайте, ну я вот уверен, что это место заценят те, кто не любит толкаться на пляже, где много народу В общем, любят, чтобы свободненько было И немноголюдно Ну и, конечно же, то, что здесь Во-первых, пейзажи очень красивые Во-вторых, здесь море чистое очень Ну что, я тем временем двигаюсь в обратный путь В сторону Нового Света Оттуда на автобусе до Судака И еще, наверное, схожу на пляже, скупаюсь в Судаке А может, я не пойду И, конечно же, по пути поснимаю Закатные горы И море Просто тропочку поснимаю Как вам оно? Идти просто В радость По таким местам Да, ребята Вот это кадры Напишите-ка мне в комментариях Хотели вы здесь вообще погулять? Кто здесь бывал, тоже напишите Может, я не писать Блин, это просто красотенькая какая-то Обязательно что-то еще пойду Я прям наглядеться не могу Ты что, это просто чудо какое Офигеть Вот так просто присесть на камушек И просидеть здесь вечер Просто об одном жалею Что сюда раньше не приходил Секите, ребята, как здесь шикарно Как это разведеть? Это никак не разведеть Это смотреть хочется постоянно Офигеть просто Камни и деревья Просто еще раз закинуть взглядом Поснимать это все Потому что такие виды Мне очень нравятся Даже не для кого-то А для себя Где-то в будущем В старости посмотреть В каких местах я был Надеюсь, конечно, что не последний раз До стопудов не последний Итоги сегодняшнего дня И по ходу Все прошло просто офигительно Сам маршрут мне понравился Очень И место Пляж Тоже Офигенно Всем Однозначно Советую Рекомендую Тарк-калучки Ну На этом, наверное, ролик я буду заканчивать Надо сейчас выбираться отсюда Я уже, по-моему, опоздал на автобус Поэтому опять придется на такси Оденем шелк Пока Ну что ж В заключении еще немножечко Видов на горы Закатные Горы нового света Гора Караула-Ба Грандиозная Мыскапчик Гора Орел Гора Сокол Можжевелова Роща Просто удивительные виды, конечно